Как правило, карась в августе начинает мигрировать от прибрежных мест водоема в более глубокие области. При этом надо отметить, что август является, фактически, последним месяцем, когда можно будет поймать карася на удочку, так как с началом осени его клев практически прекращается. Карась – рыба распространенная и популярна среди рыбаков России. Водится он чаще всего в стоячих прудах и озерах, заросших травой и камышами. Водохранилище не любит. Реки предпочитают со слабым течением и листым дном, с тарицами. Многие думают, что карась капризен в отношении клева. Но опытный рыбак скажет, что просто нужно знать повадки рыбы и образ ее жизни. Правильное применение снастей и насадок. Учет времени года принесут удачу даже начинающему рыболову. Место и время ловли карася в августе. В последнем месяце лета, когда ночные температуры резко падают, рыба начинает менять дислокацию. Сначала стая перемещается из растительной зоны на ее кромку, а затем уходит на глубину. В небольших прудах карась собирается возле плотин. В крупных водоемах стоит на ровных глубоких участках и листово дна, недалеко от коряжника или затопленного русла. Ловля под берегом часть заканчивается ничем, вода становится все чище, рыба все осмотрительней. Настала пора накачать лодку и отправиться к ямам и впадинам, где спокойно жирует отъевшийся за лето карась. Средняя глубина, на которой рыбалка будет эффективной – полтора метра. В начале августа рыбина хорошо клюет с 5 до 9 утра. В конце месяца, когда вода остывает намного интенсивней, карась переходит на дневной режим кормления. Тогда ловить его лучше с 9 до 17 часов. Ближе к осени мелкая рыба клевать перестает. На крючок попадаются в основном мерные, крупные экземпляры. Есть примета – если августовский день выдался сухим и теплым, то ночь будет удачной. Бывалые рыбаки вытаскивают по 8 килограммов рыбу за несколько ночных часов. Теплый утренний дождик тоже считается предвестником удачной рыбалки. Приводы и наживки для августовской ловли. Успешная рыбалка на карася начинается с качественного прикорма. У каждого опытного рыболова имеются свои секреты изготовления смеси. Вот некоторые проверенные составы. Первый – покупная прикормка для карповых рыб. Мелкий кормовой мотыль. Личинки комара долгунца. Опарыш. Если карась не идет на приводу, можно добавить в нее меду или ванильного сахара. Второй – конопляный или подсолнечный жмых. Печенье. Панировочные сухари. Мотыль. Опарыш. Без этой личинки ловля карася в августе практически невозможно. Глина. Немного ванилина, или растертых семян укропа, или пару размятых зеленых стрелк чеснока. Все тщательно перемешивается. Если водоем с течением, приводу нужно бросать в воду, завязав в марлю. Третий – тесто. Мякиш свежего ржаного хлеба. Мотыль. Все перемешать и скатать из смеси шарики. Сдобрить конопляным, мятным или анисовым маслом. Для запаха используется также нерафинированное подсолнечное масло и валерьянка. Мотыля и опарыш в любом составе должно быть не более 10%. Карась быстро привыкает к такому угощению, каждое утро отправляясь кормиться на то же место. Кроме того, можно привоживать рыбу паренной пшеницей, вареной кукурузой, горохом, мякишем сдобного хлеба. Все продукты должны быть свежими. Важно не перекормить будущую добычу, сытый карась неохотно идет на приманку. Рыбаки в этом случае используют такую хитрость. Натирают камни чесноком и бросают в воду. Рыба, привлеченная сильным запахом, начинает активно хватать насадку. Замечено, что карась живо реагирует на смену прикорма, поэтому не надо бояться экспериментировать. Карась в августе – рыба прожарливая и всеядная, поэтому на крючок можно насаживать и животные, и растительные приманки. Красные навозные черви – лучший вариант. Опарыши. Мотыль. Личинки репейной моля. Чтобы личинки лучше держались на крючке, их предварительно складывают в марлевый мешочек и опускают в крутой кипяток. Мелкие кузнечики и крупные мухи. Сырое и вареное мясо, нарезанное квадратиками. Свежий хлебный мякиш, блины. Вареные макароны, перловка, маанка. Если ловля идет вяло, можно попробовать сделать карась у бутерброд, насадить двух мотылей с опарышем в середине. Привлекает внимание рыба и такое сочетание – маленький червячок, опарыш и внизу червяк покрупнее. Неплохие результаты дает чередование растительное и животное приманки. Снасти для ловли карася в августе. В конце лета опытные рыболовы откладывают поплавочные удочки, переходя на донки и полудонки. Тем, кто не хочет отказаться от поплавочной снасти, можно посоветовать такой хитрый ход. На леску крепятся два крючка, расстояние между которыми составляет от 1,5 до 3 см. На нижний крючок насаживают червя, а на верхний – шарик черного хлеба. Клюет обычно на нижнюю насадку, но если убрать верхнюю, вероятность поклевки резко снижается. Простейшая донка без удилища оснащается леской 0,25 – 0,2 мм. Тонкое лесо и небольшое грузило значительно снизят шумовой эффект от удара об воду. Крючки берутся номер 5 или номер 6. На леске их должно быть не более двух, иначе вся рыбалка превратится в бесконечное распутывание очередной бороды. Колокольчик на донку сооружается из маленькой охотничьей гильзы. Язычком вполне может послужить гайка от детского конструктора. Разумным решением будет замена свинцового грузила на конеческое грузило-кормушку, сделанная из пружины. В августе рыбаки активно используют закидушки или фидер, донную удочку с кормушкой, рассчитанную на дальний заброс. Удобной снастью считается одноручный спиннинг с катушкой. Его применение расширяет ареал заброса, облегчает вываживание карася. Зачастую рыболовы используют только катушку от спиннинга, прикрепив ее к пруту, воткнутому в берег, ловля карася в августе на резинку. Резинку следует привязать к грузу. Что касается размера, то он рассчитывается, исходя из того, что длина при растягивании будет увеличена в несколько раз. Поэтому убирать большие элементы не надо, а то это уже не резинка будет, а нить. Важно убедиться в том, что две составляющие хорошо привязаны. Если это не так, то груз останется на дне, а резинка вернется обратно. В случае, когда у груза имеются кромки, то рекомендуется резинку привязывать через веревки или что-то подобное, чтобы главный элемент не перетерся, так как тогда его придется регулярно менять. На другом конце резинки нужно сделать петлю и к ней привязать основную леску. Что касается ее сечения, то оно зависит напрямую от вида рыб. Если планируется удить на небольшую добычу, то и диаметр нити может быть тонким. С крупными экземплярами и леска на карася нужна более плотная. После этого к главной леске привязывают поводки и крючки. Ежели рыбак точно знает, что в реке водится большая рыба, то лучше, чтобы поводки были такого же диаметра, как и основная рыба. Брать меньшую леску в этом случае нет смысла. Нужно сказать пару слов и о крючках. Они иногда цепляются при работе, а также транспортировке. А чтобы этого избежать, к леске, куда продеваются крючки, нужно прикрепить куски изоляции либо кембрики. В августе карась хорошо идет на полудонку. Для этого поплавок необходимо передвинуть к вершине удилища, а леску сделать длиннее. Установив удилище на подставку, за клевом наблюдают по шевелению поплавка, висящего в воздухе. Если подставка отсутствует, вершину удочки почти кладут на воду, чтобы поплавок плавал по поверхности. Удить карася полудонкой можно и днем, и в светлые лунные ночи, когда поплавок заметен на воде. Любители рыбалки говорят, что в первую очередь надо узнать, проточный водоем или нет. В проточном озере вода холоднее, и карась нуждается в еде больше, чем в теплом стоячем прудике. К тому же при пониженной температуре воды карась клюет в основном на животный корм, червя, мотыля, личинок. Пищу он обычно ищет на дне, роясь в вилле и выдавая свое присутствие поднятое мутью и пузырьками воздуха. Карася привлекают также светлые участки дна. Рыбаки берут в лодку ведро с песком, которые рассыпают по дну, создавая светлые пятна. После манипуляций с песком и прикормом следует с полчаса выждать, пока крупная рыба подтянется к зоне ловли. Поклевки голодного карася заметны сразу. Поплавок резко уходит в сторону или под воду или же ложится на гладь. С подсечкой тянуть нельзя, иначе рыба успеет выплюнуть наживку. Далее карася выводит на поверхность воды, чтобы он глотнул воздуха. Обычно на этом его активное сопротивление заканчивается. Если просто пытаться тащить рыбину к берегу, она может рвануться в сторону и оборвать леску. Крупного карася вываживают, не ослабляя леску, из воды поднимают под соком. В заключение, в каждом водоеме карась клюет по-разному. Чтобы достичь успеха, надо ловить в одном месте по нескольку раз. Только в этом случае можно делать выводы. Насадки и снасти пойдет карась в августе именно на этом водоеме. Кстати, я подобрал для тебя лучший рыболовный магазин онлайн с доставкой. Если ты рыбак, не ленись зайди в описание под видео. Уверен ты будешь удивлен такому разнообразию товаров для рыбалки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова